После шести лет пребывания в Евросоюзе, Хорватия получила добро на вступление в шенгенскую зону. В ней состоят пока 26 государств, отменивших пограничный контроль между собой. «Членство в этом клубе даёт свободы и привилегии, но и налагает большую ответственность», сказал еврокомиссар по миграции Дмитрий Саврамопулос. К этому нельзя относиться легкомысленно. После четырехлетней проверки Брюссель пришёл к выводу, что Загреб отвечает требованиям для вступления в зону, по которой граждане могут ездить без паспортов. Вступающие страны должны быть способны охранять внешнюю границу Евросоюза. Он надеется с их помощью не допустить повторения наплыва в него беженцев, имевшего место в 2015 году. Поэтому и шенгенская зона будет расширяться. Будущее присоединение к Шенгену Хорватии, а также Болгарии и Румынии, становится всё более актуальным и необходимым с учётом сегодняшних вызовов миграции и безопасности. В Европарламенте новость о принятии в зону пока только одной страны восприняли неоднозначно. «Для Хорватии это не только своего рода удовлетворение», – сказал хорватский социалист Танино Пикула. «Это обязательство удвоить усилия по преодолению её проблем». «Я разочарована», – сказала социалист из Словении Тани Файон. «Думаю, это политическое решение, и я сожалею, что мы не обсуждаем его со следующей Еврокомиссией. Учитывая, что в реальности шенген функционирует не полностью, это было плохое решение». Окончательно утвердить принятие Хорватии в шенгенскую зону должны теперь руководители стран-членов Евросоюза. Окончательно утвердить принятие Хорватии в шенгенской зону.